Доктор Кук, вот Юнг, например, считал немцев довольно-таки инфантильной нацией. И именно с их инфантилизмом он связывал распространенность гомосексуальности, например, среди этой нации. Вот мне бы хотелось немножко про нашу современную действительность поговорить и про состояние умов и в связи, скажем так, с шоу-бизнесом. Вот, например, мы видим, как СМИ и продюсеры творят кумиров. Например, когда приезжает какая-то певица, и вот вокруг нее искусственно создается орел какой-то значимости. Вот она дает какое-то минутное интервью, где она при выходе из терминала аэропорта, да, в котором она говорит ничего не значащие фразы, как-то глупо улыбается, да. И все это представляется как некий дар с небес, как величайшее, так сказать, снисхождение к зрителям. Другие и вовсе прячут свои лица под капюшонами и не дают никаких интервью. То есть все вот это обставляется как, ну, то, что вот эти люди недоступны для общения, обладают некой тайной, загадкой, да. Но на самом деле, ведь, ну, таких людей просто, ну, миллионы, если не сотни миллионов, да, и ничего особенного у них нет. Ну, вот, идет, ну, некое такое создание вот такого образа чего-то такого запредельного, каких-то небожителей, да. Вот, при этом сами по себе эти люди могут ничего из себя не представлять. И вот этот вот флёр такой, да, загадочности, романтизма, неприступности, вот он всем как бы навязывается, да. И вызывается такой вот искусственный интерес к этим людям. Хотя известно, что именно сценические люди более других нуждаются во внимании общества, да, к себе, вот, и так далее. Вот, мне кажется, что подобные манипуляции, да, они связаны с тем, что, в принципе, общество инфантильно. Что люди инфантильны, что они ведут себя как подростки. И вот в связи с этим у меня вопрос, как, вот, вы бы охарактеризовали состояние современного общества, где шоу-бизнес процветает, да, и чем отличается зрелая личность от инфантильной? Это законы шоу-бизнеса. Цель какая? Получить прибыль. Чем больше будет зрителей, тем больше получают дохода. Вот и всё. А вот эти пиар-акции, создание имиджа, и с одной стороны устроить скандал, с другой стороны скрываться от репортеров, от зрителей. Ну, всё это, всё это с единой целью, с единственной целью получить прибыль. И когда собираются в основной массе зрителей именно вот такие инфантильные люди, ну, это на руку, это и хорошо, будет больше прибыль. Действительно, вот такая, законы толпы. Управлять толпой легче, чем с человеком, который что-то осознаёт, понимает, делает выводы какие-то. Есть удачное произведение, хорошая музыка, смысл песни. Есть, но это редко, это редко. А так слушаться произведения, песни, исполнители. Но такой вот сиропчик такой, кисельчик розовый. Ну, бессмысленное повторение, рифма, ничего на самом деле талантливого. Умный человек будет выбирать пищу для ума, для сердца. Осознаёт и понимает. Для толпы это не нужно. Для толпы нужна массовость, выплеск эмоций, неудовлетворённых своих потребностей. Поэтому вот у каждого певца своя аудитория. Кто-то собирает подростков, по возрасту молодых, у них свои потребности. Песни, соответственно. Утешить, утешить этих вот детей. Кто-то собирает женщин одиноких, неудовлетворённых, в любви. Они приходят на концерт, и вот там они получают отдушину, какие-то мечты. И видят в своём кумире, это именно тот вот идеал, тот мужчина, который им нужен, а вот в жизни нет. И отсюда и возникают и фанаты, бегают, навязчиво дежурят у подъезда, ждут получить интервью, автограф. Ну вот отсюда вся эта субкультура. Ну это печально, конечно, смотреть на всё это. Печально. Ну откуда это берётся всё? Ведь все же учатся в одних школах вроде, да, в одних вузах. Ну воспитание разное, и люди получают разное. Тот исполнитель-кумир, у него преобладает в профиле личности драматический тип. Быть в центре внимания, купаться в овациях. Они получают кайф от того, что выступают на сцене. Вся толпа зрителей в восторге. Они просто, они в трансовом состоянии. Они получают свои эндорфины все, сиротонию получают. И наоборот, другая сторона. Сами зрители тоже получают свои гормоны счастья. Поэтому вот настолько это уравновешено, настолько всё это на наших глазах бушует страсти. Ну приходится удивляться. На некоторые проявления просто с улыбкой смотришь. Действительно ничего из себя не представляет. А так вот смазливая внешность и созданный искусственно имидж. Загадочности или парадоксальности какой-то. Так я вижу. Является ли вот, скажем так, сценическая деятельность формой зависимости? Да. Наподобие наркотика. Действительно. Забывают уже. Теряют связь с реальностью. И получается звёздная болезнь. Кто-то так и остаётся в этой звёздной болезни. Задирают кверху нос. Дам интервью, не дам. Не подходи. На козе не подъедешь. Ну вот получается как зависимость. Переболел этим. Потом успокоился. Связь с реальностью установил. Ну сам улыбается, да. Был такой период звёздной болезни. А некоторые так и зависают на этом. Ну и получается эмоционально-поведительская зависимость. Всё новое и новое. Нужны залы. Нужны вот это вот бишура. Внимание вокруг. Ну и мы понимаем, что привлечь к себе внимание идут и скандалы, искусственные, глупости. Какой-то ну самые-самые различные способы. Только лишь бы привлечь к себе внимание. То есть этих людей, в принципе, можно пожалеть, да? Вот этих звёзд там, и они такие глубоко несчастные люди, по-вашему, да? Да, одинокие, глубоко несчастные. А что отличает зрелую личность от незрелой? Зрелая личность, во-первых, осознаёт, находится всё время в настоящем. И делает то, что полезно для других, для общества, для себя. Зрелая личность руководствуется определёнными правилами. Законами, которые помогают решать встающие проблемы. Занимается деятельностью. Деятельность всегда продуктивна. Преодолевает эти трудности. Зрелая личность всегда настойчива, последовательна. Открыто выражает свои чувства. Что чувствует, то и выражает. Строят здоровые отношения, основанные на доверии, понимании, уважении. Партнёрские отношения. Зрелая личность всегда в ощущениях естественно и свободно, внутренне и физически, и духовно. Свободно. Умеет зрелая личность строить и долгие отношения, устойчивые отношения. То есть в шоу-бизнесе принято как бы менять постоянно, да, от этих жен, мужей? Да, там по пять-шесть спутников жизни успевают сменить. То есть это говорит о незрелости личности, да? Да, незрелость личности, не умеет распределить своё время, внимание рассеяно, не понимает, чего он хочет вообще. Обвиняет других, живёт либо в прошлом всё время, либо всё время озабочен будущим, тревоги, страхи. Это уже незрелая личность. Зависимо от оценок других людей, что обо мне скажут, что обо мне подумают. Ну вот так. Так воспитывали, обычно это очень авторитарные мамы, и они решали, что ребёнку нужно. Мама решала. А когда человек вырастает, он взрослый по годам, а он не знает, чего он хочет. И поэтому остаётся ему обвинять либо обстоятельства, либо других людей. Искать врага не в себе причины, а в других людях или обстоятельствах. Вот и всё. Кстати говоря, вот эти родительские сценарии, насколько они вообще трагичны, может быть, даже? Потому что, ну что такое воспитание? Это воспроизводство в детях самих себя, да? И порой к детям переходят все эти комплексы представления о мире, о людях, неудачи и негативные сценарии, которые вот есть у родителей. Вот как порвать этот порочный круг? Да, вот тревожные мамы и обычно дети вырастают потом, будучи уже взрослые, тоже тревожные. Генов тревоги или страхов не существует, а передаётся информация. Маленький ребёнок растёт, он буквально всё впитывает, атмосферу в семье, где идёт воспитание ограничениями, запретами. За тебя, за ребёнка решают, что покушать, что одеть и чем заняться. За тебя решают. Вот отсюда и растёт инфантильная личность. Это родительский сценарий. Сейчас уже доказана вся информация личного опыта ребёнка, кодируется на уровне ДНК, на уровне РНК. То есть косвенно, а это аминокислоты наследственности. Вот и получается, вырастает невротическая личность. То есть, правильно вы говорите, самовоспроизводство и воспитание, где именно в таком ключе, оно и создаёт все условия, что родительский сценарий переходит уже детям. Так и говорят. Мама, папа ели кислый виноград, а у детей оскомина. Да, мы знаем, что совершенных людей нет, идеалов нет. Да, родители такие же люди, и они ошибаются. Когда человек уже начинает самостоятельно жить, не обвинять родителей, я не собираюсь кого-то обвинять, а понять, что да, были ошибки, да, я имею вот это, вот это, вот это. Надо с этими чувствами поработать, с отдельными чертами своего характера. Надо поработать с привычками, надо поработать с чувствами. А освободить себя, освободиться от этого балласта, навязанного родителями сценарием. Мы можем сделать всё, чтобы потом уже своим детям не передавать какой-то вот сценарий. Мы никто не хочет, мы не хотим, никто не хочет, чтобы у наших детей были какие-то проблемы. Может быть другие, но они будут, если мы продолжим этот родительский сценарий. Важно осознавать его, да? Осознавать, есть, почувствовали, что на одни и те же грабли, надо с этим поработать. Надо поработать. Ну и как тогда избавиться от обид по отношению к родителям? Ну, и у родителей тоже наверняка есть обиды по отношению к детям? Чувство обиды – очень плохое чувство. Очень плохое. Спросите в онкологическом диспансере всех пациентов, да? Что стоит на заднем плане? Обиды. Затаённые, хронические обиды. Вот что стоит за онкологией. Накопленные эти обиды годами, годами, в итоге бьют по иммунной системе. Иммунная система не справляется, отсюда раковое заболевание, онкология всех возможных форм. Обиды. Поэтому вот надо понять. Здоровая личность не обижается. Никто нас не может обидеть, кроме того, как мы сами. То есть от нас зависит, как воспринимать. Кто-то наехал, кто-то срывает злость, кто-то несправедливо обидел нас, пытался обидеть. Если мы понимаем. У нас есть чувство справедливости, мы фильтруем. Умный человек и добрый человек никогда не обидит, никогда не будет унижать достоинство. Если это злой человек и непонимающий, глупый человек, он будет наезжать, срывать свою злость, он будет выставлять какие-то претензии. Вот если мы это понимаем, несправедливо наехали. И нечего брать в свой адрес. Не брать в свой адрес. От нас зависит. Обида – это всего лишь наша реакция. Поэтому надо понимать, что Можем реагировать, а можем не реагировать. Алгоритм очень простой. Работа с обидами. Вот действительно. Ну лучше всего я возьму Дмитрий Калинский. Работа с обидами. Пожалуйста. Пожалуйста. Когда вы ощущаете дискомфорт Из-за того, что кто-то попытался надавить на вас, Упрекнуть в чем-либо, Попросту сорвал на вас свое дурное настроение, Алгоритм действий будет такой. Шаг первый. Стоп. Это произошло. Я позволил этому случиться. Обвинять себя и других бесполезно. Шаг второй. На ком лежит ответственность? Действие совершено по отношению ко мне, Значит, и ответственность лежит на мне. А в быту все наоборот. В обыденной жизни. Так что упрекать агрессора, Обижаться на него бессмысленно. Надо принять ситуацию, Сделать выводы. Считайте, что вам прислали счет, И в ваших интересах оплатить его сразу, целиком и полностью. Шаг второй. Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Защитить собственные интересы. Любым приемлемым для вас способом, Без агрессии, Обид, Упреков, Так как ответственность за произошедшее Ложиться на нас, Мы сами спровоцировали ситуацию, И позволили ей случиться. Все. Дискомфорт исчезает. Освободились от занозы, обиды сразу. Как защищать свои интересы? Обращаясь к человеку, Можно сказать примерно следующее. Успокойся. На будущее давай договоримся, Что ты не станешь повышать на меня голос, Упрекать меня, срывать на мне злость и так далее. Вы защитили свои интересы. Вы предложили здоровое, Ключ здоровых отношений. Все. Нечего обижаться. Проработали это чувство, Все. И другому человеку понятно. И вы. Не загружаете себя ненужным грузом. А то некоторые культивируют эту обиду. Она становится уже в хронической форме. Носит обиды на себе. Целый длинный хвост. Выращивают, как заботливый садовник, Целые розари из этих обид. И уже любой шаг, Невинная реплика, Уже воспринимают все в штыки. Опять какой-то видит скрытый смысл, Зацепить чувство достоинства. Буквально вот каждую мелочь все на себе. Собирают эти обиды. Ищут даже. Ищут лишний раз крючки нацепить. А потом показывают, Как целебная масть. Смотрите, как меня обидели. Смотрите. Комплекс жертвы культивируется. И начинают манипулировать. Своей беспомощностью, Своими чувствами манипулировать. И притягивают еще. К тому же. Притягивают. Находят людей, Которые будут обижать их. Находят ситуации, Которые снова и снова ставят Такое безвыходное, Беспомощное положение. И самой беспомощностью Инструмент манипуляции жупил. Смотрите, я ничего не могу. Пожалейте меня. Вызывает чувство жалости. Наневает маску неполноценного Какого-то человека. Вот что. Поэтому учитесь не обижаться. Учитесь прощать сразу же. Когда произошел инцидент. И таким образом будете защищены От такого рода большинства проблем. И от рака. И от рака. Психосоматики. Психосоматики. Вы сказали про справедливость. Я так думаю, Что вот это чувство справедливости, Оно и играет ключевую роль. Когда это чувство нарушается. При том, что оно довольно-таки абстрактное. Это чувство. И вот. Что бы вы могли сказать О справедливости как раз. Потому что некоторые полагают, Что чувство справедливости, Оно основное. И такое экзистенциальное. Другие считают, Что оно меняется От одной исторической эпохи к другой. И мы видим, Скажем, То, что было, То, что считалось справедливым. Скажем, В советское время, Там, в сталинское, В коммунистическое. В наше время Совершенно другой знак имеет. Переоценено. Скажем, Например, Доносы В сталинское время Воспринимались как участие в революции. Вклад в революцию. В создание справедливого государства. Как борьба с контрреволюцией. С этими реакционными элементами. И так далее. Сейчас же это оценивается, Как стукачество. Какое-то негативную окраску. Имея такую полицейско-жандармскую. То же самое и в наших отношениях. В личных отношениях. То, что считается, То, что они считают несправедливым. Вот я там инвестировал. Что я получил взамен. И так далее. То есть, По сути, У этого чувства, Но нету какого... Да ничего за этим чувством и нет, получается. Да? Почему же оно так важно для всех? Ну вот есть шкала ценностей. Когда зрелая личность имеет эту шкалу ценностей своих внутренних. Вот сопоставляет с этой шкалой ценностей. Наш внутренний цензор совесть. Именно этот человек считает так для себя. Справедливо или несправедливо. А корень-то слово право. Справедливость. Да, справедливость. Право. Но на самом деле мир дуален. И каждый прав отчасти. То есть, в критике можно увидеть действительно указанные ошибки. Быть благодарным. В критике можно увидеть, К нам это не имеет отношения. А просто человек вымещает свои эмоции, неудовлетворенности. Поэтому, когда мы понимаем, Каждый прав отчасти мир дуален. Найти в любой критике положительные стороны, Отрицательные стороны. Увидеть. На благо для тебя, для других или нет. Ну, вы так считаете. Значит, это для вас справедливо. И относимся осознанно, критически. Это позволяет фильтровать все, что происходит. За справедливую критику благодарны. Конструктивно. Поэтому, поэтому, поэтому. Если мы критикуем просто, вот, для красного словца. Порисоваться там, да. Но это, это не обоснованно. Справедливая критика какая? Когда аргументировано. Потому что, потому что, потому что. А это, да. Мы благодарны, уважаем и говорим спасибо. Показаны наши ошибки. А остальное все. Ну, это надо отметать и все. Манипуляции. Манипуляции. Либо такой бомбиризм. Опять же, вызвать чувство вины. Вызвать. Чувство вины – это рычаг. Которым пытаются управлять. Поэтому, надо освобождаться от этого чувства. Ну, и думать о самосохранении, да. Потому что, вот этот негатив, он, как бы, влияет на здоровье, да. И, в конце концов, человек это к себе вредит. Конечно. Если для врача главный девиз – «Не навреди пациенту», то для пациента девиз – «Не навреди себе». Конечно.